Сначала снимите уплотнительные кольца, затем стопорное кольцо и выньте входной вал АКПП. Разберите Reverse Clutch и проверьте фрикционные диски и пластины на предмет наличия износа, расслоения или трещин. Замените детали, если необходимо. Пожалуйста, запомните, что такая проверка необходима для всех фрикционных блоков, а также для устанавливаемых новых деталей. Выньте и проверьте Overdrive Clutch. Пожалуйста, обратите внимание, что фрикционные блоки включают нажимные диски, реакционные диски и фрикционные диски различной толщины и формы. Будьте осторожны, чтобы не перепутать их местами, в противном случае это может вызвать такие проблемы, как повышенный износ, вибрацию и другое. С помощью специального инструмента MD-999-590 и MD-998-924 сожмите обратную пружину и выньте стопорное кольцо. Продолжение следует... Затем выньте держатель пружины, стопорное кольцо, поршень Overdrive, поршень Reverse Clutch и снимите уплотнительные кольца. Установите новое уплотнительное кольцо, не повредив и не перекрутив его. Установите поршень Reverse Clutch так, чтобы отверстия для выхода масла были совмещены. Затем установите поршень Overdrive. Будьте внимательны, чтобы поставить обратную пружину в правильное положение. Сожмите обратную пружину с помощью специального инструмента MD-999-590 и MD-998-924. Установите стопорное кольцо. Проверьте, что зазор между стопорным кольцом и держателем пружины находится в допуске. Если нет, то необходимо подобрать стопорное кольцо, которое предлагается различной толщиной. Для дальнейшей сборки уберите специальный инструмент. Установите нажимную пластину стороной с закругленным углом к фрикционным дискам. Затем поочередно вставьте фрикционный диск и пластины. А в завершении установите реакционный диск так, чтобы его сторона с закругленным углом была обращена к фрикционной пластине. Убедитесь, что идентификационная метка видна сверху. После установки стопорного кольца с помощью специального инструмента MD-998-924 и MD-991-629 для сжатия элементов сцепления. Проверьте зазор в блоке фрикционов Overdrive. Если он вне стандартного значения, подберите подходящее по толщине стопорное кольцо для регулировки. При установке Reverse Clutch особое внимание обратите на следующее. Фрикционные диски должны быть позиционированы так, чтобы выступы не перекрывали отверстия для масла в корпусе Reverse Clutch. Идентификационная метка должна быть направлена кверху. Прижмите реакционную пластину с необходимым усилием для проверки зазора между реакционной пластиной и стопорным кольцом. Если будет необходима регулировка, замените стопорное кольцо новым с наиболее подходящим размером. Теперь вставьте обратно входной вал и наденьте новые уплотнительные кольца. Разберите поршень Second Break. Установите новое уплотнительное кольцо и соберите его снова. Для того, чтобы разобрать планетарный механизм, удалите стопорное кольцо корпуса Overdrive, упорный подшипник номер 5, внутреннее колесо выходного планетарного механизма, подшипник номер 6, водилы выходного планетарного ряда и, в завершении, второе стопорное кольцо. Затем снимите стопорную пластину для того, чтобы вынуть односторонний подшипник. Проверьте все детали на наличие износа и повреждений. При установке одностороннего подшипника будьте внимательны, чтобы установить его в правильном направлении, которое указано стрелкой. Также убедитесь, что стопорное кольцо установлено полностью. Теперь вы можете установить водилы выходного планетарного ряда и упорный подшипник номер 6, за которым последует внутреннее колесо выходного планетарного ряда и подшипник номер 5. Последний шаг – установка водила планетарного ряда овердрайв, который должен быть заблокирован стопорным кольцом. Для того, чтобы снять стопорное кольцо центральной опоры, используйте специальный инструмент MB991630 и MD998924. установите инструмент так, чтобы он упирался на внутреннюю дорожку одностороннего подшипника, и таким образом создавало небольшое давление на нее. Теперь центральная опора может быть легко разобрана. Она состоит из следующих элементов – пластина, внутренняя дорожка одностороннего подшипника, кольцо, держатель пружины, обратная пружина, поршень Low Reverse Brake и непосредственно самой опоры. Для того, чтобы восстановить этот элемент, вам необходимо только поменять уплотнительные кольца и собрать все элементы в обратном порядке. При сборке совместите выступ с углублением в ответной части. Снимите стопорное кольцо, выньте реакционную пластину, фрикционные диски и пластины. Затем, с помощью специального инструмента MD998924 и MD998924 сожмите обратную пружину и снимите стопорное кольцо. Теперь станет возможным полностью разобрать механизм Underdrive Clutch. При ремонте необходимо, чтобы оплотнительные кольца, держатели обратной пружины и поршни Underdrive Clutch были заменены. При сборке обратите внимание на следующее. Обратная пружина должна быть поставлена в правильное положение. Для установки стопорного кольца необходимо снова воспользоваться специальным инструментом MD998907 и MD9989024. При установке фрикционных пластин, дисков и реакционной пластины будьте внимательны, что фрикционные пластины должны быть установлены так, чтобы их зуби не закрывали отверстия для масла в корпусе механизма Underdrive. Также убедитесь, что закругленный угол реакционной пластины направлен в сторону фрикционных дисков, и сверху видна идентификационная метка. Затем установите стопорное кольцо. Зажмите диск с помощью специального инструмента MD9989024 и MB991629. Затем проверьте зазор между реакционной пластиной и стопорным кольцом. Для регулировки имеются стопорные кольца различной толщины. Если вам необходимо промыть блок клапанов, его придется разобрать полностью. Сначала выньте клапан ручного управления. Будьте аккуратными, чтобы клапан не упал и не получил повреждения. Перед тем, как вынимать электромагнитные клапана, пометьте их, для того, чтобы они могли быть затем установлены в те же места. Для того, чтобы разделить нижнюю и верхнюю части блока клапанов, сначала удалите винты с верхней части. Затем переверните блок и выкрутите болты с нижней части. Теперь поднимите нижнюю часть вместе с прокладками и разделяющей пластиной и переверните ее. Будьте осторожными, чтобы не потерять ни один из элементов таких как направляющие, контрольные клапана и т.д. Для того, чтобы проверить клапана, выньте фиксаторы. Будьте осторожными, чтобы не спутать детали клапанов или их положение. Продолжение следует... После очистки деталей, проверьте их на предмет износа или повреждения. перед последующей установкой. Положение каждого элемента описано в руководстве по ремонту. Всегда используйте новые прокладки, когда собираете блок клапанов. Установите клапан ручного управления и его привод. Положение в пин. Продолжение следует... Продолжение следует...